За березками находится водопад деревни Паника или Паника. Вот так вот выглядит берег, каменистый очень, каменистый берег реки Тверца. И отсюда мы сегодня начинаем свой старт, потому что приехали мы поздно. Здесь вот камни валяются и кирпичи аж с царскими клеймами я нашел. И мы стартуем, время обед. Где-то позади находится торжок, километров в десяти от нас. А мы, идя против ветра, проплываем вот эту горку, там как раз находится водопад. И вот такая Тверца по ширине, она достаточно узкая, может быть метров пятьдесят-семьдесят шириной. Она будет расширяться, сужаться и в основном идти через лес, если плыть со стороны торжка. А вот после Медного уже она будет там в сплошные деревья. Прямо перед нами взлетает цапля. Я надеюсь, что ее видно в камеру. Буквально метров тридцать. Мы не доплыли. Ловит лягушек. Меня пытаются ребята на веслах догнать. Идем против ветра. Постоянно разворачивает. Вот такая Тверца. Первая деревня на нашем пути с церковью. И панорама. Всего-всего-всего. И каждую неделю я устраиваю экскурсии, сплавы. Если захотите, присоединяйтесь. И сразу после деревни, вот с этой красивой церковью, нас ждет интересный порожек, который сейчас мы пройдем. И дальше начинается лес, 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 лес. Примерно километров 20 леса, где мы будем устраивать как раз на отчевку. Вот ребята заходят на волнующую, бурлящую воду. И проходят этот небольшой порожек. Ой, я кричу от ужаса, как страшно, так страшно. Впереди начинается Тверца. Она очень похожа на Волгу. Посмотрите, какие сосновые берега. Как красиво. Ширина достаточно широкая. Вода гладкая. Небо безоблачное. И берега. Ребята просто довольны. Очень хорошо. Есть везде течение. Ветер стих, потому что мы зашли в лес. Вот непонятно, Тверца или Волга. Но очень хорошо. То есть от Торжка до Медного сплавляться очень интересно. Ниже Медного, к сожалению, уже начинаются деревни, поля. И вот такой красоты вы не сможете наблюдать. Поэтому самый интересный маршрут это от деревни Паника, где находится водопад. И примерно до поселка Зеленого. Здесь очень много мест для кемпинга, ночевок. И места такие достаточно глухие. Не везде можно подъехать на машине. Соответственно, вы не встретите посторонних. Солнце клонится к закату. Берег вот в таких вот зарослях бешеных аргурцов. Ветер стих. Впереди бесконечная гладь воды. И вот где-то вот там вот скоро, скоро, скоро за поворотом мы найдем место для стоянки. Солнечное, прогретое в течение всего дня. Без насекомых, без комариков. Там будет тепло, комфортно. И там мы заночуем. Нашли очень уютное место в лесочке. С шикарным видом. Самое главное, в тени солнце только всходит. Мы находимся в тени сосен. Огромная поляна. Луг. Заливной. Вот он Тверца. Там вот выше по течению, примерно в одном километре, деревня Савинские горки. А здесь никого нет. Время 7 часов утра. Солнце только всходит. Несмотря на то, что уже сегодня почти конец августа. Очень тепло. Ночи теплые. Ну и росы тоже сильные. Внизу вот все в росе. Тверца примерно вот такая везде. От Тожка до Медного. Везде лес. Везде лук. Правый берег такой смешанно-лиственно-сосновый. Выходов на правый берег практически нет нигде. Только в нескольких деревнях на пляже. А левый берег вот такой вот более пологий. Сосновый. Очень много мест для стоянки. Но надо их найти. Желательно заранее. Потому что не всегда можно выбрать место подходящее. Здесь дорога идет грунтовая, по которой ездят раз в год. И вот она, Тверца. Примерно метров, может быть, 100 в ширину. Дно где-то камень. Где-то водоросли. Много камня. Вот здесь вот очень мелкий камушек. Очень приятная стоянка. Но клещи. Вчера два клеща сняли с себя. Сегодня уже одного клеща сняли с себя. То есть активность клещевая пока еще не падает. Надо быть очень осторожным. Вот солнце только-только-только всходит. Еще даже не поднялось на деревьями. Я уже готовлю завтрак для команды. Пока все спят. Ночью было градусов, наверное, 20. Спал на распашку. Очень тепло. Хорошо. 10 часов утра. Собираемся, как обычно, долго. В тех елочках мы ночевали. Ветер сегодня у нас попутный. И мы стартуем по прекрасной реке Тверца. Вода как будто бы стала теплее. Все очень хорошо. Будем отдыхать. Так вот выглядит байдарка. Это трехместная байдарка. В середине вещи. И два водоплавателя плывут по такой красоте. Впереди поворот. И там будут пороги. Лиственный лес. Поворот за поворотом продолжается течение реки. Ветер попутный. Прямо нам в спину. Поплывем об этом. В этот раз побыстрее. Здесь стоит жара. На небе не облачко. Только впереди дымка. Река становится все шире и шире. Напоминает Волгу. Там вдалеке, на излучине реки, большая деревня на холме. Мне кажется, я вижу церковь даже. Потому что там очень-очень холмистая местность. На самой высшей точке обычно находится храм. Огромная река. Очень много рыбацких мест. Вдоль всего берега палки от жерлиц стоят. Люди приезжают сюда рыбу ловить. Посмотрите, насколько она широкая. Не огромная. Сколько здесь рыбы, наверное, плавает. Внезапно из кустов и травы появляется валунный мост через ручей. Ручей на Карте отмечен. Я уже видел этот мост раньше. Сейчас я попробую подплыть и показать вам его. Настоящий мост из галунов, построенный там 200-300 лет назад для того, чтобы лошади могли ехать от Твери до Торжка по берегу Тверцы. Потому что здесь шла древняя-древняя конная тропа. Таких мостов здесь очень много. Практически все разрушены. И вот буквально несколько мостов сохранилось. Три моста в деревне Паника и вот этот мост просто где-то в лесу. Сейчас я подплыву поближе. Шикарный мост из обработанных валунов. Там кленовой камень посередине. Не помню, как архитектора зовут. Можете в интернете поискать. Частично он уже разрушен, конечно, но смотрится великолепно. И здесь, по идее, идет тропа. То есть по ней можно или пешком, или на велосипеде проехать. Такой вот интересный артефакт былых времен. Огромный, необычный валун. И к нему там тропинка протоптана. Либо рыбу здесь ловят, либо это что-то за важное место. Начинается череда островов. Здесь островов не так много, как на тьме, но они очень большие. Здесь и течение ускоряется. Можно разными маршрутами поплавать. Обычно, с одной стороны, от острова узкая протока, быстрая, а с другой стороны, широкая. Таких островов будет пару десятков на нашем пути. Лодку разворачивает и показывает, где мы были. Постепенно. Смотрите, как близко к берегу мы плывем. Течение очень быстрое, очень хорошее. Внизу водоросли, рыбы, камушки. Одни цветочки отсветают, зацветают другие. Постепенно мне показывает, где мы будем сейчас. И каждый километр нам встречаются шикарные места для кемпинга. Я все не снимаю, не фотографирую. По Тверце редко плаваю. Смотрите, какой спуск. Хороший, удобный. Там внутри сосны, 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 тенечек, дрова. Такая полянка. Прямо офигенное место, чтобы сделать остановку для обеда или для ночевки. Очень уютное и гостеприимное в лесу место. И широченная, широченная Тверца. Какая красота впереди. Острова, сужение реки, лес. Пейзажность просто зашкаливает. Меня несет течением в этом направлении. Обеденная остановка между островами. Вот такой вот шикарный спуск. Сейчас у нас арбузик на обед. И интересная стояночка. Очень симпатичная. Вот там вот в лесу. Поднимаемся по ступенькам. И классное место. Там и стол есть. Даже качели. Смотрите, какая красота. Река становится все шире и шире. Поднимается ветер. И приходится грести. Нас прибивает постоянно в тину. По пути все время попадаются живописные острова. Можно их отплывать с разной стороны. Шикарнейший, шикарнейший лес. Если бы не полное отсутствие течения и встречный ветер, то под Тверце мне бы нравилось плавать значительно больше. Но, как правило, здесь почему-то ветер всегда встречный. И приходится очень много грести. А это достаточно утомительно. Не по Волге, не по тьме такого нет. Сейчас я из-за ветра плыву против течения. Причем достаточно быстро. А там, где Тверца сужается, начинается очень быстрое течение. Смотрите, какой быстрый-быстрый-быстрый проток. И ветра нет. И мы можем плыть достаточно быстро по такой вот полноводной реке. Глубина минимум примерно полметра. Это вот на данный момент на конец августа. И очень хорошая погода. Солнечная и по ночам теплу. Много мест для стоянки. Везде лавочки, столики, везде по левому берегу. Вот такой прекрасный сосновый лес. Солнечный, сухой, теплый, с минимумом насекомых. Такая вот огромная Тверца. Шикарный, шикарный лес. К нему не подойти. И только редкие вот такие спуски рыбацкие и тропиночки, чтобы вот туда подняться. Течения практически нет при такой ширине Тверцы. Очень сильный встречный ветер. Планировали мы доплыть до Медного, но, к сожалению, до Медного не доплыем. И где-то километров наверное на 10 пораньше мы сойдем, чем в Медное, в какой-нибудь деревушке. так что выбирайте погоду, чтобы не было ветра, чтобы у вас был запас по времени, потому что Тверца становится все шире и шире. Даже до поселка Зеленого мы не доплывем, а с поселка Зеленого там Тверца просто огромной ширины, и там вот эти километров в 10 плыть целый день и все время грести. Последние кадры этого видео. Смотрите, как красиво впереди смыкаются две стороны соснового бора, и вот как меня ветром в ветром приносит очень сильно в сторону. Такая широкая река становится, берега все заросшие тростняком тиной, практически нет никаких выходов, то есть плыть теперь только до финиша. Поэтому планируйте заранее места схода, потому что уже скоро будет темнеть через пару часов, и вот мы пораньше сойдем. У нас такая возможность есть, а вам соответственно нужно выбирать, где вы сможете начиновать, где вы сможете выйти на берег и соответственно эвакуироваться с маршрута.